Фигура Сталина сложная, неоднозначная, и я приверженец очень простой позиции. Он сдох. И для нас Сталин всегда был таким, я бы сказала, маркером, что ли. Маркером чего? Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Понимаете? Это Микки Маус. В кабинете какое-то время было три изображения Сталина. Один был куском мыла, который я купила в одном из европейских музеев. Мне это так понравилось, мы его смылили. А смылить Сталина – это круто, по-моему. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Я женщина. Там было недавно скандал, откуда удалили кадр, кажется, или фото с портретом Сталина в вашем кабинете. А вы как к нему относитесь? Еще раз. А там в Твиттере широко обсуждалось, да, мы с Володей обсуждали перед эфиром. Дело в том, что был удален из соцсетей пост корреспондента Associated Press, насколько я помню, где просто съемка вашего кабинета, и вы сидите, и за вами портрет Сталина. Стол заваленный книгами, статуэтками. Да, ну, или, вернее, фото, там даже не портрет. Там фото, фотография была, да. Да, и в связи с этим, собственно, возникли вопросы, там, условно, статистки. Потому что у всех сложилось, у вас МВД, идущие вместе, и портрет Сталина. Да-да. В кожаном плаще придет, и всех как бы расстреляют. Понимаете? Ну, я поняла, о чем речь. Это табличка, которую мне подарили коллеги, когда я стала директором музея. У нас в музее, в музее архитектуры, отношение к Сталину, а не к самому Сталину. Фигура Сталина сложная, неоднозначная, и я приверженец очень простой позиции. Он сдох. Все, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь с Сталином. Это смешно просто. Чудни Иваном Грозным, еще Петр Первый был, тоже самый такой персонаж сомнительный. Ну, вы серьезно, ребята? Ну, как бы вот 5 марта этого года, очередная годовщина смерти Сталина, лента всех моих социальных сетей, в том числе и запрещенных, забита. Люди сидят на полном серьезе, обсуждают смерть Сталина. Граждане, вы там совсем что-то поехали? Вообще больше обсудить нечего. То есть, там, Украина, не знаю, там, кризис, экономический кризис, санкции. Это никому не интересно. Теперь все обсуждают смерть Сталина острополитический момент. Смешно. И для нас Сталин всегда был таким, я бы сказала, маркером, что ли. Маркером чего? Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Понимаете? Это Микки Маус. Изображений Сталина много. И он в конечном итоге есть предмет поп-культуры. То есть, каждый раз, когда людей надо отвлечь от чего-то серьезного, важного, достается Сталин. И это очень четко было видно, когда заходили люди в кабинет. Это правда. Люди заходят в кабинет, видят эту несчастную табличку, которая, кстати, была, там была инсталляция. Да, там какой-то зайчик еще был. У нас был Сталин с ушками, значит. По реакции было все понятно. Будем мы работать или нет? У людей полностью исчезло чувство юмора. Ну, то есть, и в какой-то момент это... Я даже не знал, что там кто-то это обсуждал. Вообще так-то... У меня в кабинете какое-то время было три изображения Сталина. Один был куском мыла, который я купила в одном из европейских музеев. Мне это так понравилось, мы его смылили. А смылить Сталина – это круто, по-моему. А еще у меня было изображение, которое мне мои коллеги подарили. Это фотографии из фондов музея архитектуры. Назумеется, отпечаток с негатива. Это панно на станции метод Лаганская кольцевая. Это было белье. Прошу прощения. Белье – это некрашенный глазурованный фарфор на профессиональном сленге, который делала кжельская фабрика. И там был такой товарищ Сталин, народы несут ему, там, цветы, вот это все. Вещь совершенно потрясающая, поскольку я с Таганки, мне коллеги на день рождения подарили эту картинку. Она у меня по всем кабинетам уже поездила. То есть, серьезно... Вам интересно как искусствоведы, а не как человек, который спорит в интернете, а роль оставили. Ну, серьезно. Вам что, заняться в жизни нечем. Ну, вот да, слушайте, ваше назначение, оно прям всколыхнуло соцсети. Очень много обсуждается ваша личность, поэтому нам так интересно. Да, а я чуть-чуть не отследил это. Товарищи Красноармейцы Краснофлодцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как насилуспособную, уничтожить, разбойничие порты немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игрок немецкой тиранией. Как вас, своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу должность. Пусть те же достойны, я предус. Пусть в этой войне вдохновляет вас множественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Узнеменина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецких оккупантов. Ноздравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Под каменем Ленина. Вперед, победа! Продолжение следует...